Привет всем, я сейчас работаю, в общем, это самое, да, делал всякие вещи, но в промежутках я смотрю YouTube и хотел вот обсудить такую интересную тему, с которой я сталкивался в США. Этот человек говорил про Германию, так как он туда, видимо, эмигрировал или жил там, и про то, что в Германии на него и на других русскоязычных смотрели как на недолюдей. Вот, и он все это видео говорил об этом, обсуждал. Что интересно, что в США есть что-то похожее. У меня тоже чувство было, когда я туда приехал, ну и все это время, это чувство у меня не ушло, что на меня смотрели как недочеловек. Только я обнаружил одну ключевую вещь после долгих лет, что дело было не только во мне и не потому, что я русский или из России, а там так относится ко всем. И вот он, мне кажется, немножко, может быть, как сказать, ну не то, что я не додумал, может быть, не допонял этого факта, что и в Германии, и в Америке никто друг друга за человека не считает. То есть вот такое отношение людей друг к другу. То есть, например, я когда только вначале туда приехал, я тоже сталкивался с тем, что я не мог найти, вот про психологию, кстати, я обожаю психологию, хочу ее обсудить. Я сталкивался с тем, что я не мог найти друзей. Кстати, еще хотел сказать, что 99% видео русских иммигрантов про США почему-то все время про работу и про деньги, если вы заметили. То есть у этих людей просто вообще больше, у многих нет никаких больше интересов, это кошмар. У меня много интересов в жизни. Мне говорили, что я в музей должен сходить, но я не могу сказать, что мне вот прямо искусство так идет, но мне интерес к психологии, вот поэтому и поговорю. А почему вот психология важна? Потому что, например, если вы посмотрите Вторую мировую войну, она случилась, потому что кое-какой народ психанул, понимаете? Поэтому психология и психическое здоровье, они очень важны. Они спасают жизнь. Понимание психологии спасает жизнь. Вот. Обсуждаем дальше. Я не мог найти друзей в США. И долгое время, долгое время я думал, что дело во мне. И только когда я понял, что абсолютно другие люди в той же самой ситуации, дело не во мне, а такая же ситуация у всех, вот только тогда я стал понимать, что происходит. И этот человек, он сделал ошибку, думая, что немцы к нему плохо относятся, потому что он из России. Дело не в этом. Дело в том, что в этих странах, кстати, в США очень много немецкого, вот, практически Америка, это, можно сказать, более-менее какая-то немецкая колония. В Америке абсолютно нет понятия дружбы, в моем понимании. И, опять же, вначале я думал, что со мной не дружат, потому что я недостаточен этим людям был. То есть, они друг с другом, потому что эта иллюзия этого полностью поддерживается. Вроде бы они друг с другом дружат и общаются, а тебя исключают. Особенно я в Калифорнии заметил. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что между ними они друг друга тоже не уважают. И тоже так относятся друг к дружке. Вот. Поэтому дело не в том, что именно ты им недостаточно. Дело в том, что это так везде. Вот. Вообще, интернет изменил многие вещи. Одну из главных вещей, которые он изменил в адрес моего понимания США, он изменил вот что. Все проблемы, с которыми я сталкивался в Америке, я долгое время думал, так как я приехал туда в 93-м году. И, в принципе, Ютуб и интернет. Ютуб когда был начат? Где-то в 2009-м, правильно? То есть, по-моему, в 2005-м. Не ваш, даже в 2005-м. То есть, в начале первые там 10 лет моего пребывания в Америке не было Ютуба, интернет был слабый и обмен информацией был слабый. И я был уверен, и мне постоянно задалбливали в голову, что я одинок со своими проблемами в США. Все нормально там у всех. Все прекрасно в стране, так как ты живешь в самой лучшей стране. Бездомных по телевизору тогда не показывали, видео не было. И я был законцентрирован в том, что я редкий случай, и у всех остальных все прекрасно. Ютуб это полностью изменил, так как теперь я смотрю видео, я вижу, что у людей многие проблемы. И потом Америка изменилась. Многие проблемы сейчас вышли наружу. И я понял, что я был далеко не единственный, у кого были проблемы, и проблемы не со мной, а с системой. Там. Вот в этом дело. Еще в Америке постоянное понятие, что, понимаете, некого винить кроме себя. То есть таким образом там настолько забито в голову людей, что они во всем виноваты. А в России, если вы посмотрите, по-другому. То есть, опять же, принцип того, вот если вы посмотрите, то якобы русские мигранты считают, что если я уехал из Америки, у меня ничего не получилось, то я лузер. Так? А кто же тогда они, если они уехали из своей страны, и у них ничего не получилось? Они тоже лузеры, правильно? Почему, если у них в стране, Украине, России, откуда они приехали, ничего не вышло, то в этом виновата страна? А если в Америке у меня ничего не получилось, то в этом виноват и я. Это немножко двойственный стандарт, правильно называется по-английски double standard. Естественно, я бы сказал, что в обеих вещах так называемые здесь два фактора. Первый фактор – это личный фактор, и второй фактор – это фактор наружу, правильно? Вот, environment, как говорят в США. Но почему-то они не хотят признавать это в Америке абсолютно. Это вот это постоянное задалбливание, мне тоже это задалбливали, что тебя привезли в страну возможностей, правильно? В самом начале. То есть, вы знаете, как трудно это? То есть, от тебя чего-то ждут, а тебе плохо. То есть, громадный диссонанс между реальностью, то есть, на самом деле, пропагандируется как страна возможностей, а на самом деле, наоборот, возможностей там меньше, чем в других местах. Вот. И моя хрупкая детская психика, да и любого ребёнка, психика от этого, естественно, получает громадный-громадный ущерб. Что и мы видим во мне, как взрослом человеке. Ну вот. У нас в следующем видео пока. Субтитры сделал DimaTorzok